всем привет я вышла из дома сейчас время 10 час пока нет такой жары воробей как орет я решила пойти сходить в магазин у нас есть такой магазин технолюкс и прицениться к сплит система у меня есть сплит система но она не продуманно стоит в комнате и сама когда жара ночью идет от теплоотдача от крыши у меня всегда как сауне потому что невозможно включить кондиционер работает громко потому что он уже старенький я даже не знаю сколько ему лет он работает исправно взять его проверял все но днем хорошо а ночью при нем спать невозможно он сильно шумит у нас все здесь чистенько красивенько вот и я сейчас иду и конечно возьму вас с собой посмотрим что нам тут в этом году природа преподнесла в нашем сквере красивом все убрано все чистенько но здесь у нас это поликлиника рядом с поликлиника всегда чисто здесь дворники хорошо убирает дворники садоводы скорее всего что дворники вот так что я иду я вообще не знаю для меня вот эта жара 30 градусов это вообще финиш там цветочки такие вернее кустарники такие с цветочками это вот это невеста которую называет и что-то она здесь припозднилась и их вот целая аллейка посажена и там тоже но здесь ее культурили видите по обрезали красота тот кто со мной давно и ходил со мной прошлом году здесь тот знает вот это место где живут разноцветные кошечки они никуда не делись год прошел они все тут же липа хуже цветет вот это бы сейчас бы собрать посушить и пить чай с липой красота зелено все еще не как сказать не погорела от этой жары кто-то запускал самолетики бумажные все здесь самолетиках в этих и там и здесь вот так вот здесь цветочки посадили я своей тунички морской прибой какая молодец что ее связала не так комфортно вообще сейчас иду вроде бы и жарко но связи с тем что она у меня дырявчатая как бы хорошо продает прекрасно вот такая красота посажена в прошлом году с хозяйкой здесь разговаривала говорит что люди возмущались что она тут разбила такой участочек садовый а это вот какие-то тут такие замечательные цветочки даже не знаю что это за цветы я не садовод вы мне постоянно в комментариях пишите название молодцы тоже какие-то цветочки уже распустились такие интересные на улице ветерок хоть радует немножко тенечки прохладнее вот сейчас отдохнуть дальше пойду на солнечную сторону так нравится мне это место здесь и дома и такая лесопарковая зона до клумбочки разбиты лавочки можно посидеть вечером прям выйти из дома и посидеть красиво все здесь у нас не убирают вот на той стороне убирают там где наш сквер а это тоже вроде как сверху скверу относится но здесь почему-то не убирает там наверное дворник мою предположение не знаю наводит еще порядке а здесь такая красота тень моя падает в общем и дух наслаждаясь природой получали солнечные ванны жарко очень в общем все хорошо но вот это вот жара я ее не переношу вот и дети когда были я с ними разговаривала по поводу того что говорю может быть мне на лето снять квартиру где-нибудь этажом ниже и у нас старом городе вообще дешево стоит моя знакомая сдает в моем доме на втором этаже за 8000 квартиру но она без мебели полностью вот в старом городе будет гораздо дешевле и так как летом у нас отопление не оплачивается ну я как бы рассчитывала на то что мне чуть-чуть там помогут дети и я сниму где-нибудь там на втором этаже потому что у нас там малоэтажки вот особенно старом городе там двухэтажные вот такие старой части города двухэтажные дома вот но дети сказали тебе проще купить еще одну сплит систему и пользоваться ей чем снимать потому что там платить и нужно комиссионные агентству иногда хозяева берут первый последний месяц и говорит кто тебе там сдаст на месяц или два ну и опять же это же суета тут у меня уже налажен быт и так далее а там в общем что же бежать своей квартиры ну и в общем я сейчас иду взять мне сказал что чтобы я пришла посмотрела что здесь продают сфотографировала отправила ему он посмотрит и поможет мне выбрать я же расплатилась еще с одним кредитом и теперь можно опять влазить вот и тот кто со мной давно тот знает что я все покупаю кредит вот уже столько всего я в кредит купила но конечно благодаря вам я с этим кредитом рассчитываясь за что вам огромное спасибо и низкий поклон передохнула пошла дальше розочка между деревьев 1 и 2 прям интересно вот это по моему абрикоса такие красивые они не так нравятся вот эти розы вьющиеся у них такие цветочки бесподобные и расцветка у них всевозможная тоже красота созданная каким-то добрым человеком замечательный который за всем за этим ухаживает там розочка начала цвести цветут цветы глаз радуется запахи бесподобные вот так вот перебежками я уже почти пришла вот за этим домом уже будет нужный мне магазин я ходила в большой семейный магнит в прошлом году этом году еще не ходила этой дорогой вот и тот кто смотрит мои влоги тот этот путь мой уже знает уже цветают пионы такие цветочки здесь они вот в тенечке я так думаю это черемуха такая прям как у нас говорят рясная столько ее много здесь иду туда где написано сплит система здесь а он магнит семейный это просто невозможно как издевается над людьми жарко и в самом магазине жарко в этих масках говорить невозможно я вся в мыле видите сосульками все висит меня прям лило водопадом в общем замучила продавца не знаю договорились что я вызову мастера записали мне на какой день он приедет посмотрит об считает скажет какая цена установки мне будет потому что еще очень сильно упирается в установку у меня в пятый этаж на крышу нельзя потому что сейчас такую жару у меня там рубероид естественно наступать на него нельзя дабы не спровоцировать порывы прорывы и так далее в общем мы сидим сидим до весны а потом начинаем искать что чему взять мой поговорил с ним уж у меня там пробыла наверное больше часа куча сотрудников вокруг меня но там у них и не было людей практически никого но в общем я довольна обслуживанием потому что ответили на все мои вопросы спокойно позаписали все в общем посмотрим здоровье прежде всего я в такую жару не работать не спать ничего не могу конечно я прошу прошлое лето еле выжила надеюсь что это лето будет нормально я пришла магнит подошла к моему отделу где я все время захожу в обязательном порядке и в общем выбора нет никакого есть пион два набора здесь какая-то эврика дорогая там еще не знаю как название но очень дорого все и есть еще снежинка но снежинку мне не нужно есть вот такие пуговицы 149 рублей стоят и большие маленький набор зелененький лежали вот так и есть вот такой еще набор пуговиц тоже разненький написано бисер набор пуговиц 199 но засунули сюда вот так вот обманывают обманывают товарищи они обманывают тигру мясо не дают смотрите что я обнаружила поганки что ли не знаю это прям вот здесь черте города вот там мои 33 курицы я иду с остановки остановилась передохнуть и смотрю грибы повылезли но здесь земля завозная а связи с тем что шли вот эти дожди дождей много шло и они вот здесь повылазили но я думаю что это поганки хотя не факт я еще домой не дошла пуха везде просто вообще я сижу на лавочке это первый подъезд моего дома вот это у нас сегодня жара просто финиш так вкусно пахнет и закон я утром как поела позавтракала у меня сегодня был бутерброд шоколадным маслом и кофе вся как растребка ой с меня магазине в 10 раз 10 ручьев текло поэтому вообще так вот как утром позавтракала сейчас я скажу сколько сейчас время ужас 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 я сегодня себе позволила погулять в связи с тем что с 20 час в десятом часу я ушла прикиньте находила три с половиной тысячи шагов но я с магнита шла пешку ехала на автобусе конечно если бы я шла пешком но по такой же рейте невозможно просто невозможно там пекло если не в тени это финиш вот и я позволила себе сегодня никуда не торопиться связи с тем что сегодня же троица я всех поздравляю с этим праздником всех верующих и я не знаю что в таких случаях говорят но поздравляю и все потому что я конечно назвать что стопроцентный атеист я не стопроцентный атеист но в церковь не хожу и в общем у меня в голове вера своя вот говорят главное верить да ну не знаю у каждого свои взгляды на этот счет это такая щекотливая тема мы ее не будем касаться правильно вот я конечно сейчас приду отдохну и буду уже вязать я уже рассказывал мне много раз задавали вопросы вяжите ли вы в празднике я стараюсь не вязать до обеда сикарашка как оси какая-то села а после обеда все равно уже начинаю вязать потому что ну я же вяжу для себя и как бы не богохульствую и так далее поэтому вяжу мне вчера даже галя с канала галина евгеньев ира завтра большой праздник не вяжи я говорю хорошо не буду вот но все равно как бы это же как бы помимо того что я вяжу у меня же это еще и как бы работа да ну в общем видно будет я купилась опять пакетики они объемные но не тяжелые я там по мелочам всего купила в пересохла во рту прям пить хочу не могу и убежала мысль сейчас я ее доню вот опять накупилась и приду передохну и посмотрю буду ли я вязать и когда я буду вязать сейчас искупаюсь включу кондиционер свой и все будет тип-топ да вообще вот такие шоппинги нужно делать во первых как бы то ни было но вот по крайней мере у меня я стараюсь подкупать и когда я вижу что у меня одно закончилось заканчивается ли другое я стараюсь по чуть-чуть подкупать по мере необходимости то что нужно на первом месте и вот получила пенсию пошла подкупила теперь мне опять надолго хватит того что я подкупила я покажу вам что я подкупила вот и как бы вот нам пенсионерам так вообще мне я не знаю кто то сейчас живет так что появилась необходимость и он пошел и купил у меня всегда если я допустим заранее не покупаю когда у меня есть возможность как всегда когда у меня нет ни денег и возможности там скажем обязательно что-то закончится поэтому лучше пусть она полежит подождет чем потом вот это брать неизвестно где и откуда ладно пойду я то сильно ужарка ну что добралась я передохнула немножко и сейчас посмотрим что я здесь купила значит я купила зашла 33 курицы такая тяжелая грудка насколько же она вытянула кило 124 грудка представляете одна куриная грудка кошмар как дорого стоит дорого стоит весит сколько это прикиньте какая курица огромная так купила вырезку свиную охлажденную на 204 рубля это я взяла 33 курицы я уже сказала купила такие кондитерские кольца набор кулинарных форм круг две штуки сейчас я скажу сколько он стоит и так вот это вот стоит сто пятьдесят девять рублей специально купила потому что очень часто делаю всевозможные допустим вот салат сделать до в такую форму поставить красиво выложить почему бы нет далее сметана вот такая агрокомплекс 92 90 я уже неоднократно покупала написано без гмо натуральный продукт поэтому я ее и опять купила дальше колбаса папа может премиум класса 160 рублей вот этот батончик дальше абрикоску я купила вот 109 рублей по моему у нас она стоит абрикос когда 109 рублей я купила 648 грамм и она вытянула на 71 рубль такая замечательная абрикоска не знаю вкусно или нет если сладкое так поем если не сладкое сварю компотик дальше стейк из лосося купила вот получается он у меня вытянул на 988 рублей 900 грамм килограмм стоит 1069 один запеку в духовом шкафу остальные разложу пакеты специально приобрела пакеты для заморозки попозже скажу сколько стоит дальше папушки с чесноком купила такие мягкие мягкие не знаю с чего не делает и но это их местный продукт местная выпечка мягкую щи и прямых кущие 46 рублей стоит так питьевая вода пилигрим это я себе покупала маленькую бутылочку и я ее уже выпила лимон лимон и кстати у нас 104 рубля 104 90 по моему стоит вот я купила один и купила его для окрошки дальше на 20 рублей он у меня один выйти на так пакеты 50 штук сейчас посмотрим где они у меня тут есть эти пакеты еще не все выложила хлеба опять набрала в морозилку положу что-то не вижу пакеты 50 штук а вот эти наверное фасовочные вот пакеты 50 штук у них размер 28 на 40 поэтому я купила стоит 28 рублей почему бы нельзя да я вообще как бы уже настолько привыкла с пакетами что-то как сказать не что-то чтобы они у меня были всегда под рукой у меня как бы закончились потому что дочь что-то там укладывала что-то она там мыло мне в шкафу в пакеты складывала и они у меня благополучно закончились бумага для выпечки в ролике вот такая двухсторонний силикон стоит 50 90 6 метров крутилась крутилась но купила и и дальше пакеты 25 на 32 30 штук это вот те которые я показывала первоначально которые для заморозки вот такие и стоят они 43 90 эти подороже потому что они видите толстенькие более прочные дальше пергамент то вот этот они где-то еще что ли я взяла пергамент силиконовый 8 где он у меня а вот это видите какая я развела тоже силиконизированный купила и он стоит 79 90 но этот пошире поэтому я взяла его тоже дальше хлеб нордлендер какой-то 69 это вот этот вот хлеб это зерновой там что-то не 8 злаково что-то там очень много взяла положу в морозилку его потом вытяну так косичка косичку показывала и я ее не столько купила из-за того что прям сильно хочется косичку но мне захотелось попробовать у нее с начинкой с кур и овощей вот я не знаю посмотрю что из себя представляет это начинка с кур и овощей дальше набор для окрошки я купила сейчас сделаю наболтая крошечки не захотела я варить все для окрошки решила думаю куплю и купила всего лишь на 56 рублей на один раз покушать будет и хорошо но самое такое приобретение мое это вот такие сотейнички товарищи я вообще как увидела их и прямо я не знаю сразу схватила два штуки потому что я уже давно мечтаю приготовить что-то типа в горшочках в духовом шкафу я заходила в тысячу мало мелочей к нам здесь у меня недалеко и у них всего лишь один горшочек был ушел ни один ни туда ни сюда как вот это гонять электричество и чтобы как говорится не хотелось поналепилась теперь надо все это отмыть даже инструкция есть вот такой замечательный сотейничек стоит он сто сорок девять рублей по моему 22 короче на двести девяносто девять восемь до сто сорок девять девяносто стоит один я их купила два вот я их купила два надеюсь они будут мне верой и правдой служить у меня были москве но я их оставила там с собой не привезла и побоялась что они в дороге побьются и я не привезу то что надо просто как говорится место займу и расстройство будет затем купила я еще морковь мытую на 21 рубль пищевая пленка с ножом внутри нож что ли здесь посмотрим не знаю короче написано с ножом 99 90 но я пока не буду раскрывать потому что у меня есть еще пленка и кабачки на 31 рубль я купила один кабачок и в общем все это у меня вытянула на 2 673 вот так вот пошла два пакетика не такие они тяжелые но видите оставила деньги но с чувством удовлетворения пришлось сейчас все это разложу холодильник а я еще не показала вот этот нож стоит 119 рублей нож для картофелечистка вы знаете у меня очень хорошая картофелечистка я уже ей пользуюсь не знаю лет шесть но я обратила внимание что она уже не так чистит как обычно видимо немножко притупилась вот я наподобие купила еще одну не знаю будет такая же или хуже проверю вот такие у меня покупочки сейчас подогревается у меня кушать перекушу и буду смотреть что буду дальше делать у меня работает кондиционер сейчас так прохладно немножко хорошо а я вам показываю вчерашнюю мою работу я же люблю заморачиваться да вот я вчера заморочилась связала вот такую углубленную горловину вот это у меня только провязан росток вы видите какой он у меня большой вы видите какой он у меня большой но у меня здесь углубление горловины идет и по спинке видите какой какой и по рукаву я поворотными рядами провязала и вот такой у меня росток Не знаю, что в конечном итоге из этого всего получится Товарищи, такая замечательная пряжа бегония Я, кстати, постирала Я вчера связала этот образец Все постирала, посмотрела Думаю, разровняется у меня или нет поворотные ряды Потому что я все это выполняла поворотными рядами И посмотрите, на рукавах везде нигде ничего не видно, никаких разворотов Супер! Я просто очень довольна Очень довольна Ну а что вообще я планирую? Ну я уже как бы рассказывала о том, что я хочу связать себе такую летнюю легкую туничку Ну об этом я еще завтра расскажу Это вот просто я сейчас подошла, посмотрела высохла или нет Все высохло, все замечательно Цвет бесподобный Ладно, дорогие друзья, на сегодня я с вами прощаюсь Еще раз всем здоровья, хорошего настроения Легких ровных петелек И я с вами прощаюсь совсем ненадолго До новых встреч, до новых видео С вами была Ирина